Занятие для детей должно быть полезным и веселым, так считают папы из Иркутска. Они издали свой сборник стихов и рассказов. Павел Желудев сегодня встретился с активными и творческими отцами города. Потаённою тропой, освещаемый луной, возвращался он домой. Был в гостях он у сестры, травяной кикиморы. Пили чай да булки ели, и на солнышко глядели. Книгу можно не только читать, но и рисовать в ней. Пока что для маленького Мирослава это самое главное. Теперь у него появилась возможность рисовать в книге своего собственного отца. Сборник стихов и рассказов пап только напечатали. А большинство авторов книги никогда прежде не выражали свои чувства на бумаге. Не писал ни стихи, ни произведения, никакие ни рассказы, наверное, со школьных лет. Я поэтому, когда сам сел, собрался с мыслями, думал, надо что-то написать. И за вечер до этого сын засыпал, палец мой держал. И вот мы как-то так с ним духовно питались друг с другом. И вот, собственно, мой рассказ как раз об этом. Представили книгу «Под стать теме» в детском игровом центре. Всего участие в проекте приняли более ста человек, и не только из Иркутска. Люди разных возрастов и профессий. Но каждого из авторов сборника в процессе творчества объединяла одна общая цель – подарить своим детям частичку отцовской заботы и любви. Книги, изданные, написанные, точнее, профессиональными поэтами – это всегда какое-то художественно пережитое произведение. Стихи, которые сами папы подчеркнули из своей жизни отцовской и дарят их своим детям прежде всего. Книгу уже можно назвать библиографической редкостью. Часть небольшого тиража попадет в руки авторов проекта, другая будет подарена библиотекам Иркутска. Однако изданием книги движение «Пап Иркутска» не ограничится. В ближайших планах создание в городе специального парка с соответствующим названием «Парк Пап». В нем для отцов и детей будут созданы спортивные и развлекательные комплексы, чтобы вместе познавать окружающий мир. Павел Жолодев, Михаил Глызин. Новости по будням.